Ребята, всем огромный-огромный привет и добро пожаловать на мое новое видео по игре American Truck Simulator. Буквально только что стартовало открытое бета-тестирование патча 1.49 и в этом видео я вам покажу и расскажу, какие нововведения получила игра с этим патчем. Первое нововведение спряталось в настройках геймплея, теперь мы можем активировать функцию автоматического включения ближнего и дальнего света. Второе нововведение спряталось в настройках управления, теперь когда вы заходите в настройки клавиш, здесь будет вас встречать вот такой замечательный блок из 6 строк. В каждую из строк мы можем назначить ту клавишу, которая будет выступать в сочетании с клавишами, которые у нас располагаются ниже. Например, я хочу первой своей клавишей использовать Ctrl, назначил, далее спускаемся вниз и здесь я вижу то, что двигатель у меня запускается на букву E, а электрику я хочу запускать как раз таки на сочетание клавиш, то есть зажимаю Ctrl, нажимаю E и теперь когда я делаю это сочетание клавиш Ctrl плюс E в игре, у меня включается электрика, это сочетание клавиш я отпускаю, нажимаю повторно клавишу E уже без Ctrl и у меня запускается двигатель. Следующее нововведение это дилерская поддержных тягачей, находится она в главном меню под этой иконкой. Итак, что здесь мы видим? А мы видим те тягачи, которыми уже кто-то естественно попользовался и теперь мы их можем купить. Сразу здесь мы видим в каком состоянии, точнее в какой комплектации они предоставлены для покупки. Тут могут быть как абсолютно простые комплектации, как например вот этот замечательный International Lone Star, так кстати могут попадаться сразу топовые комплектации вплоть до самых-самых-самых максимальных и даже каких-то редких. Итак, что мы здесь видим? Вольво у нас пользуется спросом и вы только посмотрите какие на них пробеги. Но эти пробеги еще на самом деле не самые большие. Лично я видел Вольво здесь с пробегом 1,8 миллиона километров, это жесть. Также здесь у нас есть система рейтинга, если честно я так и не понял из чего складывается эта система рейтинга. Изначально я подумал, что она складывается в совокупности цифер пробега и остаточного износа, который у нас, ну так сказать, остался от предыдущего владельца. Но нет, абсолютно нет. Здесь может, вот обратите внимание, тот же самый International. Он ушатанный по характеристикам абсолютно в нули, но тем не менее он у нас имеет 5 звезд рейтинга. И вот опять же из чего все это складывается, если честно я не понимаю. В общем, давайте мы сейчас купим этот замечательный International, купим к нему прицеп и переместимся в СТОшку. Ну а теперь, ребята, самое интересное, чуть более подробнее о новой системе расчета повреждений. Как было раньше, то есть мы просто садились в машину, брали к ней прицеп и планомерно это все дело ушатывали. Как только наш замечательный тягач либо прицеп достигали урона в 100%, мы просто телепортировались на СТО, нажимали кнопку починить все и машина у нас становилась новой. Ну и прицеп, соответственно, тоже. Теперь это так не работает. Теперь машина изнашивается. То есть она помимо того, что получает, да, также повреждения, также у нас повреждается двигатель, коробка, шасси, кузов и колеса, так у нас еще есть и, ну так сказать, временной что ли износ. То есть в зависимости от того, насколько долго мы ездим на тягаче и насколько долго мы за собой таскаем тот или иной прицеп, он просто чисто физически изнашивается. И для того, чтобы вновь восстановить его на 100%, то есть привести его в заводское состояние, мы как раз-таки нажимаем вот эту вот кнопочку. Ну либо вот эту, в зависимости от того, что вы захотите починить. Эта кнопка сбрасывает, так сказать, техническое вот это вот уставшее состояние в заводское. Но если вам это не нужно, если вы хотите, чтобы у вас все было по хардкору, тогда мы переходим на правую сторону. Что у нас здесь есть? Вот как раз-таки эта самая полоска на прицепе и вот как раз-таки эта самая полоска на тягаче. То есть у нас осталось из, так сказать, заводского 100% состояния всего лишь 16%. И эти 16% мы можем, ну, маломайски как-то поддерживать. Также есть одна интересная кнопка, которая, ну, так сказать, доверяет компьютеру, доверяет игре пометить то, что она считает нужным заменить. Ну вот в моем случае, например, да, на тягаче компьютер мне предлагает как раз-таки не починить, а уже заменить шасси. А на прицепе я могу починить, соответственно, сам кузов, шасси и колеса. Пользоваться этим или нет, как бы игрок уже решает сам самостоятельно, исходя из своих финансов, ну, либо просто исходя вообще, в принципе, из той логики, которой он руководствуется. Система на самом деле очень сильно замороченная и это круто. То есть теперь у нас есть, ну, небольшой хотя бы, но элемент РП, так называемого, роллплей процесса. То есть, грубо говоря, мы действительно можем купить за сущие копейки какой-то тягач, убитый просто в сопле и, как в реальной жизни, работать на его ремонт. И неизвестно вообще, через какое время у нас получится выйти в плюс с этим тягачом, потому что постоянно он будет требовать, постоянно с каждым днем он будет изнашиваться все больше, и ремонт деталей, то есть двигателя, коробки, шасси и так далее, будет стоить постоянно дороже, дороже, дороже и дороже. Это круто на самом деле и я очень надеюсь на то, что это пока что первый шажок к тому, что будет изменена в игре экономика. Но даже сейчас уже, допустим, при наличии дилерской бушных тягачей, уже сразу сейчас в следующем обновлении просится дилерская бушных прицепов. Уже, согласитесь, тут по-другому все начнется и это будет гораздо интереснее играть. И действительно очень радует то, что разработчики в этом направлении отправились. Спасибо им за это огромное. Следующее нововведение касается, как вы понимаете, погоды облаков скайбоксов. Только что вы видели замечательную молнию, это нововведение. Теперь у нас сверкает молния, освещает все вокруг и громыхает прям очень и очень сильно. Давайте быстренько мы переместимся в тягач. Вы слышали, аж немножечко мурашки такие прям по коже идут от этого звука. Обалдеть. Опа, вот она сверканула и сейчас даст. Опа. Вау. Офигеть, вот как раньше мы без этого жили. Там были, конечно, какие-то всполохи, но это было прям таким вообще невежеством, откровенно говоря. Прям было очень и очень печально. Ну а теперь, используя фоторежим, я предлагаю разглядеть все скайбоксы. Ну и вот даже сейчас видно, вы посмотрите, насколько качественное стало небо. Оно действительно выглядит красивым. Оно не пиксельное. Очень классно выглядит. Это еще в такую легкую дождливую погоду. Легкие такие тучки. Давайте мы перейдем в солнечную погоду. Вы посмотрите, вон у нас там солнце жарит. Ни одной тучки, ни одного облачка на небе нет. И можно, так сказать, небольшой таймлапс сделать того, как она у нас передвигается. Никаких тучек у нас нет. И посмотрите, какая красота, ребята. Звезды. Обалдеть. И вон она, луна появилась. Вы только на нее посмотрите. Вон она. Даже она здесь имеет какие-то там кратеры или вот что-то такое. Ну вот как мы видим, когда попытаемся там ее сфоткать или увеличить. Также вы видите, она у нас перемещается. И в зависимости от того, полнолуния у нас, не полнолуния, да, у нас будет меняться также и освещение. То есть, если у нас будет полная луна, и мы будем ехать где-то в пустыне, где нет у нас, так сказать, искусственных источников освещения, луна будет освещать нам путь. Это просто офигенно. Раньше луна тоже была в игре, в давних версиях, но она просто была обычной текстурой, да. И никакого света от нее ровным счетом не было. Второй скайбокс у нас, в принципе, практически ничем не отличается от первого. По большому счету то же самое. Третий то же самое. Ну, только, может быть, меняется как-то цветность, чуть-чуть небо и все. Четвертый скайбокс. Это у нас такая более преддождевая, наверное, погода. Не сказать, что туманная. Ну-ка, кстати, давайте попробуем перемотаться на утро. Вот он, да, такой утренний туман, утренняя такая дымка тоже смотрится невероятно классно. Нет скайбокса, конечно. Это мое почтение тем людям, которые делали вот эти все снимки и которые вообще эту всю систему придумали. Смотрите, такое пасмурное небо в течение дня. И звезд, кстати, тоже не видно при пасмурных облаках. Офигеть! И луны тоже не видно. То есть, получается, ее видно только при ясном небе. А тут у нас небо все, получается, заволоченное тучами. Вау! Нифига себе! Пятый скайбокс у нас тоже, скорее всего, такой же. Но здесь прям лютейший туман, я вам хочу сказать. То есть, теперь, получается, туман у нас не привязан ко времени, а это прям отдельная такая погода. Это отдельный скайбокс, туман. И солнце прям еле-еле-еле пробивается. Не говоря там уже о луне. Шестой скайбокс. Вот такие вот у нас обалденские облака. Обратите внимание, очень классно выглядит. Люблю такое небо. Как будто бы химтрейлы такие от самолетов прям у нас идут. Это у нас середина дня. На рассвете у нас, обратите внимание, солнышко встает откуда нужно. И полетело, полетело, полетело. Вот оно уже где-то у нас там над нами. Давайте выставимся сюда. И попробуем выловить луну. Это у нас закат такой красивый. Вон она получилась, луна у нас. И пошла, 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 пошла. Тоже таким полумесяцем она у нас идёт. Но Млечного Пути мы уже здесь при этом скайбоксе, как вы полагаете, к сожалению, не видим. Также у нас есть седьмой скайбокс. Чуть-чуть он отличается у нас тучками от шестого. И мы видим, да, как они плавно у нас меняются. Да, это, конечно, не как в Microsoft Live симуляторе. Там 3D-облака настоящие. Но всё равно для трак-симулятора они меняются действительно достойно. И вот этот переход, ну, практически его, я думаю, видно во времени. Время игры не будет. Следующий, восьмой скайбокс. Их тут стало, ребята, кстати, больше в два раза ровно, этих самых скайбоксов. В течение дня они у нас меняются. Очень классно смотрится. Девятый скайбокс. Вот одна из моих любимых, наверное, погод на небе, когда такие облака. Всё очень-очень классненько так выглядит. Отлично, отлично. Десятый скайбокс, давайте посмотрим. Оп, солнышко у нас зашло. И посмотрите, просто какие закаты. Это же, ну, просто что-то с чем-то. И луна уже идёт немножечко по-другому. Как бы, видимо, привязана тоже ко всему к этому. Одиннадцатый скайбокс. Здесь у нас уже луны нет. Она где-то там далеко-далеко. Её практически не видно. Она прячется тоже у нас, получается, за тучками. Двенадцатый скайбокс. Нет, классно, классно. Здесь у нас тоже уже немножечко по другим углам идёт. Тринадцатый скайбокс. Ну, это такая более пасмурная погода. Но в то же время солнце в течение дня, оно появляется и согревает своими лучами. Ну и всё, собственно. И пошёл у нас снова первый скайбокс. По пасмурной погоде давайте посмотрим. Вернёмся сразу к первому скайбоксу. Я сказал, вернёмся к первому скайбоксу. Всего их у нас получается десять штук. Ну, первый такой абсолютно стандартный. Второй туманная погода. Третий такой, можно сказать, грибной дождик. Четвёртая. Давайте промотаем, как это у нас выглядит в вечернее время. То есть дождь у нас не прекращается. Это прям такие дождевые у нас идут скайбоксы. Пятое небо идёт. Кучно, кучно, прям так кучно вывалили нам. Шестое. Ну, при таком небе, я думаю, дождик прям такой совсем-совсем может быть периодически. Морость даже скорее какая-то единовременная. Седьмой скайбоксик, пожалуйста, с редким солнышком. Восьмой. Ну, тут уже тучки посерьёзнее у нас получаются. Грозу, кстати, мне удалось, ребята, выбить именно на девятом скайбоксе. Вот именно на этом. Посмотрите, какой закат обалденный. Ну и десятый, собственно говоря. Здесь у нас уже прям лютая-лютая-лютая такая погода. Блин, ребят, ну это классно на самом деле. Ещё особенно сейчас-то мы, видите, как бы смотрим в фоторежиме на всё это дело. И оно так эпизодически меняется, но больше всего интереса, я думаю, будет и у вас, когда вы будете ездить, смотреть, как именно сама эта погода меняется, как эти все облака ходят. Я думаю, для того, чтобы увидеть и услышать молнию, многие сделают прям настройку дождя на побольше. И будем просто балдеть с вами, ездить в конвой и кайфовать от того, насколько красивы у нас получились скайбоксы. И будем офигевать от луны. Ну а теперь, ребята, отправляемся в штат Вашингтон. Ну а в штате Вашингтон расположился технический центр Паккар. Я вот даже не знаю, показывать ли вам, где он находится на карте. Наверное, давайте покажу, чтобы просто не возникали вопросы. Для этого, естественно, вам нужно приобрести DLC Вашингтон. Далее мы отправляемся на север, и между городами Беллингхэм и Эверетт будет вот такой серый участок дороги. Ну и, собственно говоря, здесь, я думаю, вы найдете, куда свернуть и приедете, собственно говоря, в этот самый технический центр. Выполнен он, кстати, в масштабе 1 к 1. В реальной жизни здесь Паккар тестируют новые тягачи Кенвард, Питербилд. И даже здесь на стоянке, смотрите, у них стоит DAV XJ+. Да, в Америке есть DAV XJ+, ребята. А все дело в том, что у него Пакаровский двигатель, и, по всей видимости, здесь он просто проходит какие-то ресурсные испытания. Да, и поэтому вот не удивляйтесь. Здесь, да, действительно есть DAV, немножечко Евротрака тут у нас припарковано. Итак, что у нас здесь есть? Тут у нас въездная, так скажем, зона, заправочка на всякий случай, парковочка. То есть здесь прям можно в конвое сюда заезжать без каких-либо проблем. Места, я думаю, хватит абсолютно всем. И дальше у нас испытательный полигон. Там впереди у нас горочка. Здесь просто накопительная такая небольшая площадочка. Ну и дальше давайте просто в режиме свободной камеры мы полетаем, посмотрим, что здесь интересного есть. Как я полагаю, тут у нас полноценно идет овал. Даже... А, нет, это не даже это. То есть просто заглушка, я вас понял. Просто обычная дорога. Смотрите. Гравий. То есть здесь можно еще и провести какие-то внедорожные испытания. Ммм, неплохо. Неплохо. Стояночка такая у нас есть. И, как я полагаю, просто где-то посередине. Даже не посередине, а где вот мы с вами стартовали. Здесь же мы выныриваем. Тут для, видимо, остановки экстренной все тестируется. Здесь у нас вот такая вот интересная горочка. Можно будет даже целые полноценные соревнования здесь устраивать. Брусчаточка для проверки подвески, опять же. Дальше у нас этот овал продолжается. Продолжается. Заворачивает налево. Слева дороги небольшая петля. Тут проверка подвески различного рода гребенка и так далее, и так далее. Три даже типа у нас полноценных здесь есть. Ну и дальше еще одна такая небольшая стоянка, где можно сделать восьмерочку. Либо дальше погоняться по кругу и вернуться уже в накопитель. Да, интересненький такой центр. А так даже и не скажешь, что он сделан в масштабе один к одному. Но он достаточно большой. И вообще приятно, что разработчики игры настолько сильно заколабились с реальным брендом, да, что аж даже решили целый полноценный технический центр сделать, чтобы мы как игроки просто здесь катались с вами, устраивали, может быть, какие-то соревнования и так далее, и так далее, и так далее. Нет, это очень и очень круто, я считаю. Ну что, господа, на этом все. Вот такой вот у нас получается бета-патч. Надеюсь, ничего не упустил. Наверняка есть еще какие-то секретные функции. Наверняка там секретные скрытые дороги Канзаса есть. Так что видео по ним по-любому будет в ближайшее будущее. Так что, ребята, прямо сейчас на канал подпишитесь, дабы его не пропустить. Ну и поставьте лайк этому видео, напишите в комментариях, как вам этот самый бета-патч. И будем ждать его в Евротраке. А на этой ноте я с вами прощаюсь с наилучшими пожеланиями. Пока-пока и еще увидимся.